Без лишних слов, сразу к делу. Здравствуйте, друзья. Сегодня буду делать свою давнюю задумку, которая очень давно зрела. Нашел у себя два отрезка старых труб. Длина трубы, узкой по диаметру, будет немного больше, чем отрезок толстой трубы. Я размечаю и отрезаю приблизительные размеры, так как пока еще не знаю точную длину. И по ходу сборки потом подрежу по месту. Решил обработать края этих труб на своем самодельном гриндере. Постоянные зрители канала наверняка помнят видео, как я его делал из тещиного насоса. Ну а кто не видел, видео есть на канале. О чертежи в свободном доступе в группах канала. Многие подписчики его сделали с различными вариациями исполнения. Вот такие получились заготовки. Внешний диаметр малой трубы почти впритык подходит ко внутреннему диаметру большой трубы. Мне даже пришлось немножко обточить болгаркой с лепестковым кругом, чтобы малая труба легче вращалась в большой. Следующим этапом понадобится два одинаковых круга. Определенного диаметра тут тоже нет. Диаметр зависит от желания и потребности. В качестве оправки я взял отрезной диск по металлу для УШМ размером 125 мм. Остается сделать центральное отверстие. И оно должно быть под внешний диаметр для большой трубы. Но как впоследствии оказалось, что не так-то все и просто сделать большое отверстие. Я для этого всегда использовал биметаллические коронки. Но на этот раз решил поэкспериментировать и купил ступенчатое сверло. И как только дело дошло до большего диаметра, моему шуруповерту стало тяжело выкрутить. А потом он и вовсе остановился. Я перешел на свой самодельный сверлильный станок с мощной дрелью. Но и обороты не те, что нужно, да и мощности тоже не хватало. Долго промучившись с этими отверстиями, все же результат был достигнут. Оба диска будут одеты на большую трубу и к ней приварены. С одной стороны я отступил 10 мм, а с другой 30 мм. Нужно, чтобы в итоге получился барабан. В сварке очень хорошо мне помогли магниты. С их помощью мне удалось достаточно точно установить угол диска относительно внутренней трубы. Я поковырялся у себя в закромах и нашел ненужную мне торцевую головку. Ее нужно немного подрезать. Так как токарного станка у меня нет, то в этом мне поможет гайковер. Он будет вращать головку с определенной скоростью, а я уже отрезаю болгаркой. Из-за этого и должен получиться хороший ровный срез. Эта укороченная часть как раз и будет приварена к малой трубе. За кадром ее приварил по кругу. И при помощи того же гайковерта, вращая заготовку, болгаркой с лепестковым кругом, я обработал сварочный шов. Вот такая красота получилась. С одной стороны барабана будет что-то наподобие блокировки. Я сделаю ее простым штифтом из болта. Друзья, этот проект я делаю для отдыха на природе. А на природе одно из важнейшего – хороший нож. Смотрите, что у меня есть. Ручная работа отечественного кузнеца с опытом 20 лет. На нож дается 10-летняя гарантия и прилагается сертификат, то что это не является холодным оружием. В течение 10 лет бесплатная заточка. Это точная историческая копия советского ножа Финкин КВД образца 1934 года. Сталь клинка 95Х18. А это значит, что он справится с любыми задачами, хоть деревом, металлом, да и чем угодно. У кузнеца Михаила есть телеграм-канал, в котором представлены все ножи. Процесс создания учит заточки и много интересного. А еще частенько дарит ножи подписчикам. По секрету скажу вам, сейчас за подписку на канал Барк вы можете получить якутский кованый нож просто так. Михаил проводит розыгрыш. Обычно после розыгрышей все участники еще и бонусы от него получают. Так что не упустите шанс получить достойный нож ручной работы. А с моим промокодом скидка 5%. Вернемся к проекту. Завершающей частью конструкции будет столько для сделанного барабана. Я нарезал несколько деталей и приварил вторую сторону барабана к большой трубе. Думаю, что все уже догадались, что это будет. Конечно, это будет небольшая лебедка необычной конструкции. Относительно небольшая. Примерно до полтонны. Все вращается и двигается, как задумано. Отлично. Отверстие для блокировочного болта сквозное. Сделано через обе трубы, через обе стенки насквозь. Стойки для барабана я сделал по нарисованному шаблону. И тоже пришлось немного помучиться с отверстиями. Я хотел использовать подшипники для вращения барабана, но, к сожалению, не нашел подходящего диаметра стандартных подшипников. В этом нет ничего страшного, так как использоваться конструкция будет не очень часто. Выработки практически не будет, либо она будет, но минимальная. Конечной деталью станет станина, на которую эти стойки будут приварены. Я разметил ее под нужные размеры, под посадочные места для крепления и для среза уголков, чтобы было все красиво и ничего не мешалось. Собираю все воедино. Конструкция действительно очень простая. Единственное, что я скорее всего позже добавлю, это блокировка самого барабана относительно станины. Но это, конечно, будет зависеть от результатов испытаний. Сплошные швы я не стал везде делать. Как я и говорил ранее, нагрузка будет относительно небольшой. И, в принципе, всего должно быть достаточно. Почти все готово. Все крутится, все вертится. Со стороны, где блокиратор осей вращения, я приварил гайку. Ну, чтобы точно ее не потерять. Теперь болт нужно просто вкрутить и все. Потом можно будет сделать шляпку болта более удобной для вкручивания руками, приварив к ней что-нибудь сверху. Так как эта лебедка будет использоваться на лодочном прицепе для затяжки на него лодки с воды, то и испытывать ее тоже буду на нем. Логично, правда? Для вращения всей этой системы будет использоваться вот такой ключ-редуктор. В простонародье мясорубка. Он предназначен для откручивания колесных гаек. Коэффициент редукции у него 16 к 1. Это значит, что для одного оборота вторичного вала потребуется 16 оборотов первичного вала. А следовательно, и крутящий момент на вторичном валу увеличивается тоже в 16 раз. Внутри он устроен по принципу планетарной передачи редукции. Хочу установить редуктор с возможностью съема для замены, ремонта или просто смазки. Вторичный вал редуктора будет крутить барабан. И его максимальный крутящий момент по инструкции составляет 800 ньютон. Сам же корпус редуктора должен быть зафиксирован к станине этой лебедки. Покрасил вот в такой интересный цвет. Так, теперь на улицу, на испытания. На барабан я намотал 20 метров веревки. При желании можно хоть 50 сделать, а то и больше. Разматывать лебедку можно как просто обратным вращением, так и освободив блокировку вала. Барабан будет свободно вращаться. Остается просто тянуть за веревку. Конец веревки я закрепил к заборному столбу. Он-то и будет основной опорой для испытаний. А чтобы утяжелить прицеп, я вообще еще и сам на него сел. Приводом лебедки может быть как ручная тяга в виде ручки, так и любой гайковерт или шуруповерт. Тяги хватает с огромным запасом. Я проверял. Друзья, если понравилось видео, вы знаете, что делать. Лайкос, подписка, колокольчик. Делитесь этим видео в своих соцсетях. Вашим друзьям это точно будет интересно. А все полезные ссылки, как всегда, в описании под видео. А на канале есть еще много интересного, что вы могли не видеть. Друзья, добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok